Чивилл, Грузия, как отвечать Путину Исторический справочник грузинского политика Давид Хвадагиани Чивилл.г, Грузия 27 июля 2019 года К концу 18 века Российская империя начала активные действия по распространению своего влияния на Южном Кавказе Грузинские царства и княжества, начиная с 1801 года до середины 19 века Частично подчинялись своей собственной воле, а другие оказались под господством России принудительно Российская империя не стала даже формально соблюдать договоры и обещания Превратив бывшее царство и княжество в непосредственные территориальные части империи По принципу выкройки губерния округов В первой половине 19 века, как в западной, так и в восточной Грузии Периодически вспыхивали вооруженные восстания против Российской империи Ряд из них представлял собой стихийные мятежи крестьян и населения без господ Из-за появления нового типа, чужого военно-полицейского режима и его эксплуататорской политики А другие, были попытками восстановления монархии Багратионов К 1832 году провалился заговор с целью освобождения от имперского господства Который был проектом качественно нового типа И не предусматривал реставрацию только старой грузинской монархии А помышлял также и о разделении моделей уже европейской государственности В течение следующих десятилетий империя изменила курс военизированного правления в Грузии И с помощью мягкой политики сумела привлечь в свои структуры привилегированные слои И повысить их лояльность по отношению к империи Со второй половины 19 века происходившие в Российской империи Социально-экономические процессы стали переломными для ее внутриполитической системы Наряду с обновлением общества, с появлением новых поколений Оснащенных образованием европейского типа С одной стороны, начали формироваться современные национальные идентичности Возникла потребность в новом плюралистическом политическом поле В политических организациях, подогнанных по общественной группе и проводящих их интересы Существовавшее ранее народническое движение было заменено новыми политическими идеологиями В числе которых в Грузии к тому времени была самая прогрессивная, влиятельная и многочисленная социал-демократическое движение Это поставило царскую власть перед новой реальностью Однако новый политический процесс также не развивался прямолинейно Особенно в нациях, завоеванных империей на краях Где наряду с другими партиями появились также и политические группы с националистическим направлением Социал-демократическое движение также не создавалось централизованно Его политическая карта была в большей степени хаотичной И часто представляла собой политический импорт европейского образования и опыта на территорию Грузии Инициатором которого стал новый политический лидер Ноя Жордания Получившая образование в европейских странах Действовавшие в рамках империи социал-демократические группы в дальнейшем объединились в масштабах всей Российской империи для координации и эффективной политической борьбы против самодержавия, против царизма Процессы политического брожения привели Российскую империю к революции 1905 года Но военно-политическая машина режима смогла подавить их, хотя и с трудом Поражение революции и реакция окончательно оформили разделение социал-демократической партии на большевиков и меньшевиков Но в отличие от России меньшевики остались в абсолютном большинстве в Грузии, а большевики оказались в меньшинстве Как отмечает профессор Стивен Джонс, именно социал-демократическая, меньшевистская партия превратилась в национальную партию, которая заложила основу демократической платформы, приемлемой для всех народов, проживающих на территории Грузии Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, значительно изменила как историю человечества, так и европейскую политическую карту, особенно ее восточную часть Несколько крупных империй, пошатнувшихся войной, распались и была заложена основа политического самоопределения наций Российская империя, которая смогла ликвидировать революцию 1905 года, больше не могла справиться с кризисом, вызванным войной и распалась Февральская революция 1917 года отреклась престола императора Николая II и демократические процессы возглавила временное правительство План действий которого состоял в том, чтобы провести выборы на территории бывшей Российской империи и избрать демократическое учредительное собрание Которое, прежде всего, должно было решить национальные вопросы политическую и судьбу подчиненных России и наций, но большевистский переворот в октябре 1917 года поставил точку над всем Политическая элита Грузии, в которой доминировали социал-демократы, не приняла новую реальность, установившуюся в России, и встала на независимый путь развития Но Южный Кавказ вскоре также оказался под угрозой большевистских переворотов и установления диктатуры, чему содействовали сбежавшие из-за Кавказского фронта подразделения Царской России, в которых сохраняли сильное влияние и имели опыт нелегальной работы Но организованная грузинским социал-демократами Красная Гвардия, которая после объявления независимости была преобразована в Народную Гвардию, смогла захватить Тбилисский арсенал 12 декабря 1917 года, что поставило точку на большевистских планах Безуспешная попытка сохранения целостности Южного Кавказа, что обострялась нерешенным противостоянием между Арменией и Азербайджаном, лишила почвы Федеративной Республики Закавказья и Грузия При политической поддержке Германии, 26 мая 1918 года объявила государственную независимость 26 мая был заложен фундамент единого, независимого, демократического и современного государства Грузии Новосозданное государство Грузии столкнулось с огромными вызовами, как с точки зрения внешней политики, что было обусловлено поражением ее покровительницы Германии в мировой войне Так и с точки зрения внутренней обстановки, сложившейся в результате активности большевиков, которая финансировалась из Советской России и оттуда же получали директивы Еще до провозглашения независимости Грузии, в условиях Закавказской Федерации большевики устроили серию восстаний в различных частях Грузии Восстание в Кахете, в горных районах Восточной Грузии, Мтианете, Имерети, Самигрела, Личхуми, так называемой Южной Осетии и Абхазии Которые управлялись из главного города Северного Кавказа, Терской Советской Республики, Владикавказа И в которых также участвовали грузинские большевики, Александр, Саша, Гигичкари, Филиппе Махарадзе и другие Целью которых было объявление в Грузии советской власти и присоединение к Советской России Но в течение 1918 года закавказские центральные власти Грузии сумели успешно подавить большевистские мятежи Ситуация существенно изменилась в начале 1919 года, когда армия добровольцев преуспела в гражданской войне в России, захватила Северный Кавказ и выдворила оттуда большевиков А поскольку у добровольцев была относительно слабая опора среди грузинского населения, они не смогли навязать внутреннее восстание и попытались путем прямой военной агрессии оккупировать Грузию Но грузинская армия и Народная гвардия сумели их остановить Также безуспешно завершилась попытка армии добровольцев присвоить Батумский округ, который тогда контролировали британцы И в результате сопротивления власти Грузии, армии добровольцев не удалось достичь желаемого результата С начала 1920 года ситуация в гражданской войне в России радикально изменилась, на этот раз в пользу большевиков В марте они полностью очистили Северный Кавказ от армии добровольцев и вскоре начали интервенцию на Южный Кавказ В конце апреля 1920 года Красная армия вторглась в независимый, демократический Азербайджан и оккупировала его столицу Баку 30 апреля После чего вскоре последовала полная оккупация Азербайджана Советская Россия не удовлетворилась оккупацией Азербайджана и пыталась вторгнуться в Грузию в начале мая Но власти Грузии были хорошо информированы, встретили их подготовленными и смогли отразить российскую и советскую армию во время пограничных боев Советская Россия отступила и согласилась на мирный договор с Грузией, который был подписан 7 мая 1920 года Так Россия официально признала независимость и территориальную целостность Грузии Пограничные вопросы еще не утихли, как в тылу вооруженных сил Грузии, ВТ.Н Южной Осетии вспыхнуло восстание, которое управлялось из Советской России и в которой активно участвовали также грузинские большевики Повстанцы провозгласили советскую власть и призвали Советскую Россию к помощи Но вооруженные силы Грузии смогли быстро перегруппироваться и подавить восстание Военная операция приняла форму карательных действий в главном очаге восстания, в Джавском крае, откуда большинство осетинского населения было вынуждено встать с места и отправиться на север Из-за такой картины правительство Грузии подверглось острой критике и со стороны оппозиционного спектра Однако эти действия трудно оценить, как этническую чистку против всей осетинской нации, поскольку это происходило только в Джавском районе, в зоне систематического мятежа, а не в осетинских селах Нижней, Цхинвальской зоны, где не происходило чистки населения И, конечно, в других районах Грузии не было ни одного инцидента против осетин После ликвидации мятежа в числе лиц, привлеченных к суду военно-полевым судом, наряду с осетинами было также и немало грузинских большевиков и мятежников других национальностей Процесс самоопределения осетинского населения в Шиду-Картле, так же как и других наций, особенно активизировался после революции 1917 года Был создан Национальный совет осетин, который стремился получить автономию в обновленном государстве Но к началу 1918 года вокруг Цхинвали разразились стихийные насильственные выступления, которые по тогдашним политическим оценкам, имели под собой аграрную подоплеку Оставшиеся без земель осетинское население спешило завладеть желанными землями и раньше реформы завладевать землями, преследовать бывших помещиков и физически уничтожать их Из-за чего отряды Народной гвардии строго подавили выступления В последующие годы осетинские националистические группы разделились Часть их лидеров, члены Социал-демократической партии были избраны в учредительное собрание Грузии и пытались обеспечить мирный процесс самоопределения А часть при поддержке большевистской российской пыталась отколоть Южную Осетию от грузинского государства, что периодически выражалось в военных мятежах Вопрос Абхазии более комплексной была проблема в Абхазии, где с 1917 года велась внутренняя дискуссия и действия вокруг самоопределения Большинство грузинской политической элиты, ее прогрессивная часть постоянно подчеркивала, что абхазская нация имела полное право на самоопределение и намеревалась вмешиваться в это грубо Созданный в 1917 году Национальный совет Абхазии не занимал единую позицию, и в нем был представлен широкий спектр политических идей решения национального вопроса Пророссийский, проосманский, сторонники государства горских народов и желающие сохранить связи с Грузией В начале 1918 года на фоне кризисной ситуации на Кавказе, наступление османской армии с юга, большевистские группировки попытались захватить власть в Абхазии и начали серию восстаний Они были выдворены Народной гвардией Грузии, а потом и армейскими частями по просьбе Национального совета Абхазии В 1919 году в Абхазии, статус который по-прежнему оставался неопределенным, были проведены выборы в новый Национальный совет, вследствие чего он получил полную легитимацию Первый совет не был сформирован в результате всеобщих выборов В Абхазии в 1919 году состоялись выборы уездного, городского самоуправления и выборы учредительного собрания Грузии Абхазские депутаты были избраны в состав учредительного совета по списку социал-демократической партии, а также работали в комиссии над определением типа правления Абхазии Летом 1920 год ситуация вновь обострилась, нелегальная большевистская группировка с 1919 года вновь начала работать и был создан Сухумский окружной комитет СОК, Российской коммунистической партии, который ставил своей целью отделение Абхазии от Демократической Республики Грузии и присоединение к Советской России посредством вооруженного восстания Организаторами СОК были члены большевистской партии, Северан Кухолейшвили, Константин Макаров, Николос Сванидзе, Иван Вегрианов, Ганс Лемберг и другие Также в Абхазии был создан нелегальный Гагарский уездный комитет, который возглавлял большевик и агент разведки Советской России Николай Волков Гудаутский комитет возглавлял бывший священник Василий Агрба, который после революции 1917 года добровольно снял Риасу стал большевиком А в Самурзаккана, ныне Гальский район, также действовал нелегальный комитет во главе с большевиком Исаком Живания Все эти группы находились в контакте друг с другом, а директивы получали из Кубанского обкома и штаба Красной Армии в Сочи Особый отряд, служба безопасности, комиссариат Абхазии Демократической Республики Грузия во главе с Тарасханом Эшбой Военная контрразведка Вооруженных сил Грузии смогли выявить и арестовать членов этих нелегальных группировок После чего на территории Абхазии попыток восстания больше не было В феврале-марте 1921 года Демократическая Республика Грузия была оккупирована Советской Россией Вместо послесловия конец Первой мировой войны Парижская мирная конференция провели четкую линию между старой и современной историей человечества 1919 год дал толчок современным социальным, экономическим и политическим процессам в мире Частью которых стала новая современная Демократическая Республика Грузия Существование которой 70 лет было прекращено российской советской оккупацией Этот процесс все еще можно сказать, что не стал историей Это по-прежнему живой политический процесс, который, в случае с Грузией, оставил как много примеров успеха, так и множество нерешенных проблем, которые берут свое начало в прошлом веке И поэтому легко представить, насколько огромное значение имеет правильное изучение истории нашим обществом и политической элитой Тем более, с учетом необходимости углубления в реальную историю, вместо хождения в истории Целенаправленно искаженной в условиях 70-летней советской оккупации посредством мифов, полученных в результате фальсификации фактов и насыщенных советским нарративом Это позволит будущим поколениям правильно определить историческую функцию нашей страны в международном контексте и, таким образом, обеспечить наше стабильное, независимое и демократическое развитие, которое не имеет альтернативы Давид Хвадагиани, научный сотрудник лаборатории по исследованию советского прошлого материала ино-СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ино-СМИ Продолжение следует...